Мы сегодня дошли до главы, мы закончили с гневом, то есть уже понятно, что гневаться нельзя ни в коем случае, ни в коем случае гневаться нельзя, это хуже нет для человека, который гневается, он разрушает свою жизнь, свое здоровье, свои отношения с людьми, свою связь со Всевышним, потому что тот, кто гневается, он как будто бы служит идолом. То есть гневающийся человек, он просто разрушитель всего, что можно разрушить, поэтому мы уже поняли, как не гневаться, сейчас у нас будет следующая глава, называется «Врата благожелательности», это о том, как не двигаться, как не гневаться, это очень интересно, сказал царь Давид в псалмах, он сказал так, что отодвинься от зла и делай добро. То есть когда человек хочет отодвинуться, уйти от какого-то негативного поведения или негативного качества в себе, он должен просто уйти, он не может, это невозможно просто уйти, куда ты уйдешь. А нужно наоборот выстроить себе вместо этого, выстроить себе другую совершенно схему, мышление, Тора занимается мышление, слова и действия, вот три как бы составляющих. И человек, который хочет уйти от гнева, он должен выстраивать в себе то качество, которое называется благожелательности. На иврите это качество называется рацион, говорит автор этой книги, рацион. Тут немного вот перевод благожелательности, он немного непонятен. Рацион это желание, это желание, да. И вырабатывать в себе качество быть желаемым, желательным, благожелающим, да. То есть на русский перевели вот благожелательность, но мы сейчас разберемся, вот дальше вам станет понятно, что это за качество такое, как его в себе вырабатывать. И если его в себе вырабатывать, то тогда гнева не будет. То есть гнев-то от чего возникает? От высокомерия, от гордыни, от раздутого эго, от повышения себя и принижения всего, включая Всевышнего, да. В этот момент человек, конечно, он гневается, ему не нравится то, не нравится это. Он считает, что все вокруг делают что-то не так, а он один Д'Артаньян. Все вокруг, значит, а он Д'Артаньян. И он гневается, потому что что это такое? Он такой Д'Артаньян, а мир не идет по тому, как он хочет. Теперь, благожелательность, вот этот рацион, весьма доброе качество. Оно содержится лишь в доброй и великой душе. Но внутри так глубоко-глубоко, если копнуть, то все люди добрые и великие души. То есть, потому что душа это часть Всевышнего. Всевышний добрый и великий. Куда же, ну, добрее величия нет, чем Творец мироздания, Создатель. Поэтому где-то в глубине души каждый человек у него, если докопаться до его души, которая соединена со Всевышним, то у него добрая и великая душа. Только единственное, что вот эта вот добрая и великая душа, она сверху одета слоями луковицы, которые у каждого человека, они возникали в разной ситуации по-разному. И у кого-то это было, ему надо было выживать. И он видел примеры только негативного поведения. Там все друг на друга орали, там били. И он такой думает, так, значит, надо таким же быть. С волками жить, поволчевыть. И он превратился в волка. Другой подумал, значит, в этой же ситуации. Он думает, с волками жить не хочу, вообще не хочу. И он, значит, убежал от волков, убежал от всех волков, как колобок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел, от всех он ушел. И, значит, он, ну, куда-то же он пришел. И вот этот вот момент, что мы все люди, мы все продукты окружающей среды. Мы все продукты каких-то идеологий, которые нас в детстве окунули, да, в эти идеологии. И, значит, сейчас мы как раз себя перестраиваем уже по своему дизайну, да. То есть есть человек, он говорит, а я не хочу жить по тому дизайну, как меня раньше когда-то прессовали. Там нас учили, как надо одеваться, как надо относиться. То есть человек из вот этих вот всех шаблонов состоит. И тут, например, там, например, Лазарь, француз. Француз. Он думает, что я вдруг вообще вот, ну, буду в старых своих жить вот этих вот шаблонах. Я, значит, стану, я не Лазарь, а я стану, например, теперь буду я там, я не знаю, Шмуэль. Или там Элеезер, да. Элеезер, например. Лазарь, Элеезер. Я думаю, что Лазарь, это какой-то связь с именем Элеезер. Бог мне поможет. И, значит, и буду я сейчас, отращу бороду красиво, одену шляпу такую, буду раввином. Все. Значит, и будет раввином. Хорошо. Теперь, что это за качество такое, да? Благожелательность. Тот, в ком есть благожелательность. Благая, добрая воля. Доволен всеми своими делами и обстоятельствами. Всем, что присудил и уделил ему Создатель. Вот это благожелательность. То есть, он всем доволен. И ему все нравится. Он принимает волю Всевышнего. Он принимает обстоятельства. Он живет в принятии. Много есть анекдотов про оптимистов, пессимистов. И там есть анекдоты, когда было два брата, близнецы, которые один оптимист, один пессимист. И пессимист был всем недоволен. А оптимист, он был всем доволен. И, значит, как-то был день рождения у них. Ну, близнецы же. И, значит, пессимисту, так как он всем недоволен, родители старались уже, ну, как-то что-то для него сделать вообще. В общем, купили ему самые-самые лучшие подарки. Значит, и второму тоже купили такие же подарки. Но они именно ориентировались на пессимиста, чтобы он хоть день рождения обрадовался. А этот пессимист, пессимисты же, они очень такие вредные люди. То есть, если человеку плохо, то он, как бы, ему плохо. Его раздражают люди, которым хорошо. И он хочет, чтобы им тоже было плохо. Пессимисты, они опасные для общества люди. Ну, то есть, теперь, значит, этот пессимист, который брат, он проснулся, там, увидел, что родители приготовили какие-то машинки красивые, все. И он, значит, думает, ладно, я себе оставлю эти подарки. А у брата забрал. Забрал, значит, спрятал. Ему вместо этого положил коробку. А в коробку положил конский навоз. И, значит, утром просыпаются они, этот пессимист уже знал, смотрит, гора подарков, заходят родители. А он говорит, фу, машину не того цвета мне купили. Фу, там, вот это вот, это уже не модный подарок. А это, вы что считаете, тут же написано, что тут до восьми лет, а мне уже девять. И он прямо вообще разносит в пух и прах все подарки, обвиняет родителей, что его не любят. И вся, вообще, полностью он недовольный. Оптимист просыпается, его брат. Пессимист думает, ну, сейчас посмотрим на твой оптимизм. А у него стоит коробка с навозом. Он открывает, говорит, господи, говорит, как мне повезло, говорит. И вообще просто мне ночью, говорит, вы не понимаете, ко мне ночью лошадка приходила. Говорит, ну, видно, она как бы приходила, ушла пока. Но я уверен, что точно лошадка вернется. И говорит, представляете, как мне в жизни повезло, что мне ночью лошадка приходила. Ну, родители, естественно, нашли подарки, вернули ему подарки и все такое. Но он был счастливый и так. Даже когда от мысли, что лошадка ночью приходила, он уже был счастливый. Поэтому благожадный человек, он доволен своей участью, он не спорит со Всевышним, он не спорит с людьми. И, значит, если праведный человек доволен людьми, и люди довольны им, как это работает, то Всевышний им доволен. И сказали так, тем довольны люди, тем и Всевышний доволен. Теперь вот есть такая мишна, которая нам говорит об этом духовном законе, что если человеком люди довольны, это значит, то, значит, если люди им довольны, то тогда и Всевышний им доволен. А если люди им недовольны, то и Всевышний им недоволен. И все, это очень просто. Вот, например, вот, пример. Какие-то есть люди, которые, ну, неадекватные, которые пишут плохие комментарии. Комментарии в Ютюбе почему-то. Вот я смотрю, как-то вот в Фейсбуке меньше таких неадекватных, а в Ютюбе встречаются. И вот пишут люди комментарии плохие. Значит, какой он вызывает реакцию? На него, значит, сразу же, сразу же его блокируют, и на него жалуются. И такие люди, они вынуждены постоянно менять аккаунты. То есть им даже Ютюб, он их тоже не любит. Но тем, тем довольны люди, Всевышний им тоже доволен. И даже, значит, ненавистники примиряются с таким человеком. Да, с благожелательным. Как написано в Мишле, в притчах царя Соломона, написано в 16 главе. Когда Всевышний доволен человеком, он заставляет врагов его примириться с ним. Представляете? Врагов примириться с ним. Откуда мы это знаем? Мы знаем, что Авимеллах был такой филистинский царь, он примирился с Авраамом. И, значит, дальше он приводит еще такие примеры, что, например, была ситуация, когда Ахашверош был доволен Мардыхаем, и он его сделал премьер-министром. Фараон был доволен Юсефом, и он его сделал премьер-министром в Египте. А что получается? Если Всевышний, царь царей, будет доволен, Всевышний будет доволен человеком, то что все, у него будет в жизни все. Но вот это вот качество, что посеешь, то и пожнешь. Если человек недоволен Всевышним, почему Всевышний будет доволен человеком? Если человек недоволен людьми, почему люди будут довольны человеком? То есть человек все производит в своей жизни сам внутри себя. Ты недоволен? Пожалуйста, будут тебе доказательства. Каждый подтвердит тебе. Вот подойди к человеку, скажи ему, ты знаешь, мне не нравится в тебе это, это, это. А человек скажет ему, а ты вообще... И прямо ответит точно так же. И докажет правильно, если ты скажешь, вот ты человек плохой, ты там, я не знаю, агрессивный какой-то. Человек скажет ему, слышишь, чего ты ко мне подходишь? И агрессивно ему ответит. То есть получится, что это самосбывающееся пророчество. То есть человек, который плохо думает про других, он, естественно, будет в своих глазах прав. Потому что другие люди докажут ему то, что они к нему повернутся той стороной, которой он хочет и к себе повернуть. Дальше он пишет такое мнение. Весьма и весьма приятно и красиво, когда человек полон благожелательности и не считается собственным мнением, если оно не сходно с мнением других. То есть если он не спорит, имеется в виду. И это приводит к тому, что он становится любим всеми, исполняя желания каждого. То есть он благожелательный, его все в гости приглашают, с ним хорошо все общаются, его любят, потому что он ни с тем не спорит. А есть люди, которые реально со всеми спорят. И они настолько такие спорщики, они в любую ситуацию не спорят. С ними тяжело общаться, потому что они, конечно, ну они давят свое мнение, доказывают там в любой ситуации. Такие спорщики. Есть известная история, как был один журналист, который поехал в селение, где жили долгожители. И он, значит, собирал материалы для статьи о долгожительстве. И он приходит там, один самый долгожитель в этом селе, какое-то горное грузинское село. И он его спрашивает, этого долгожителя. Говорит, скажите, а в чем секрет вашего долгожительства? Он говорит, а вы знаете, я никогда ни с тем не спорю. Тут ему говорит, что вы мне рассказываете? Вы мне правду скажите. Скажите мне правду, что вы там едите, может травки какие-то у вас есть особенные. Может вы там, вы мне расскажите правду, что вы мне уже заговариваете. Он говорит, я вам правду говорю, я никогда ни с тем не спорю. Тут говорит, да не может такого быть. Значит, все, не может, это я вам точно говорю, это не работает. Я вам точно говорю, есть какой-то другой секрет, скажите. Он говорит, ну а что сказать? Наверное, вы правы, говорит. Наверное, вы правы. И не стал с ним спорить тоже. Потому что тот, кто ни с тем не спорит, он, он, зачем ему с тем-то спорить? Понятно, да, идея? Хорошо. Теперь дальше тут, вот тут мы сейчас перейдем к одному очень важному нюансу. Потому что, например, в любом деле практически есть нюансы. Мы сейчас идем по главному как бы пути, разбираемся, как работает. Но есть нюансы. Значит, сказал Шлома Мелых в притчах. Царь Салмон сказал в 12 главе в притчах, 15 отрывок. Кто слушает совета, тот мудр. Что имеется в виду слушает совета? Вот мы сейчас приходим к праздник Шавот. Сегодня будет вечером наступает праздник Шавот. День дарования Торы. Именно дарование Торы. Матан Тора. Праздник, когда Всевышний подарил Тору. Теперь, значит, он говорит такую вещь. Слушает, это значит, что он слушает советы и соглашается поступить по сказанному. Это называется слушает. Не просто слушает, а слушает, слышит и делает. И вся Тора заключается в качестве благожелательности. Получается, что Тору может принять только тот, у кого есть это качество. Потому что Бог сказал как при даровании Торы. И сказал он. И вот, если вы послушаете мои слова, да, и начнете соблюдать мой завет, то есть послушаете, услышите, то будете избраны мной из всех народов. То есть дарование Торы, это и было как раз вот этот момент, когда Бог говорит, если вы меня услышите и берете Тору и начинаете ее соблюдать, то вы становитесь избранным народом. Кто такой сын? Сын это тот, кто слушает отца. Есть тот, кто биологический сын, но у Бога нет биологических сыновей. А тот, кто слышит Всевышнего и тот, кто выполняет его волю, тот становится как сын для Всевышнего. Как царь Шалмон все время начинает почти в каждой главе, он говорит, шмабни, слушай, сын мой, мусара виха, наставление отца твоего. То есть сын это тот, кто слышит, слушает Всевышнего. Теперь, когда еврестий народ принял Тору, как они ответили Богу? Они говорят, нас его не шма. Они сказали, мы все будем делать. И потом даже будем разбираться, понимаем, не понимаем, неважно. То есть это называется слышать по-настоящему. Не, я сейчас послушаю, подумаю. И если совпадает то, что Бог мне сказал с тем, что я думаю, я хочу делать, ну может быть я сделаю. Конечно, мне уже неприятно так, потому что уже как будто бы это не я хочу, а Бог мне сказал. Это подход обычного человека. Какой подход тот, кто хочет быть сыном у Всевышнего, тот, кто слышит и принимает Тору. Он говорит, как сказал еврестий народ, как раз 3 326 лет назад, вот сегодня будет дарование Торы. Он сказал, насе венишма, сделаем и будем потом разбираться, что будем делать. Интересно, что вот этот отрывок в Торе, это книга, значит, он упоминается, этот отрывок в книге Ваекра, правильно, Ваекра. Это 24 глава, 7 отрывок, 24 на 7. Значит, вот там есть пероти такие, 24 на 7. И это действительно, что надо слушаться Всевышнего и выполнять его волю 24 часа, 7 дней в неделю. Все, без перерывов, нету никаких как бы здесь нюансов, что я вот тут Бога слушаю, тут не слушаю, тут я верю, тут не верю, тут доверяю, тут не доверяю, а тут мудрецы. А может они не мудрецы, может я мудрее, чем мудрецы. Я, значит, поэтому я считаю, что мудрецы перемудрили. Я теперь буду в словам мудрецов, которые всю жизнь учили Тору. Ну, учили и учили. Я же все-таки закончил техникум, этот самый, какой-нибудь там техникум легкой промышленности, да, или математическую школу. Так что мне теперь мудрецы Торы? Я сам мудрый. Вот так думает большинство людей. Это не называется слышать и слушаться Всевышнего. Теперь Бог сказал, если вы послушаете, тогда... Они ответили, значит, на Семене Шма исполним и послушаем. Теперь, а когда Бог говорит о проклятиях, которые будут приходить на еврести народ, Он начинает с того, и будет. Если не послушаете и млоти Шмау, значит, если не послушаете и не услышите голос Всевышнего, чтобы беречь и исполнять все заповеди Его и уставы Его, которые я заповедую тебе нынче, то придут на тебя все эти проклятия и постигнут тебя. Книга Дворим, 28-й отрывок, 15-я. Значит, они... Нет, я неправильно вам сказал, не в книге Войкрафт, в книге Шмот. 24-я глава, 7-й отрывок, в книге Шмот. Значит, все. Теперь дальше. Откуда мы знаем, что вот эта благожелательность и принятие, и согласие, послушание приносит благословение? Яков послушался маму, когда она сказала, чтобы он получил благословение отца. Послушался родителей, когда сказал идти, значит, сказал в жениться. И царь Соломон в итоге сказал в притчах, 1-я глава, 30-й отрывок, прям 1-я глава притчи, начинается, это как бы такая анонс того, что дальше в притчах будет. Советую еще раз, прям после урока, прочитать 1-ю главу. И там последний отрывок звучит так. Слушающийся меня будет жить безопасно и будет спокоен, не страшась глаз, не страшась зла. То есть, получается, послушание Всевышнего, слушание Торы и применение Торы спасает человека от зла. Но тут дальше он пишет интересную вещь. Вот это тот нюанс, на который я хотел в конце сегодняшнего урока. Мы не успели эту главу доучить, у нас еще половина главы. Завтра не будет урока, завтра праздник Шавот, это как Шаббат. Нельзя ничего делать, нельзя нарушать Шаббат, нельзя нарушать праздник Шавот. Поэтому урока не будет, электричеством нельзя пользоваться. Хотя Тору учить можно, нужно. Сегодня во всех синагогах мира всю ночь будут учить Тору. Прям всю ночь. А утром будет молитва с восходом солнца. И завтра будет чтение во всех синагогах мира 10 заповедей. То есть, если у вас рядом где-то есть синагога, и вы можете туда прийти, то приходите на утренние молитвы, все будут стоять и слушать 10 заповедей, которые Бог сказал прямо Машерабену. Две услышали все. Я Бог твой, не будет у тебя других богов. И 8 заповедей он уже сказал Машерабену, потому что люди были не в состоянии это принять. И потом Машерабену написал это на скрижалях. Но тут он говорит, есть 4 вида послушания. Есть слушается и получает наказание. Есть слушается и получает награду. Есть не слушается и получает награду. Есть не слушается и получает наказание. И он приводит 4 примера. Слушается и проигрывает. Получает наказание. Это Адам, первый человек. Значит, как Бог ему сказал, за что тебе идет наказание? За то, что ты послушался свою жену. Он послушался Хаву, нарушил волю Всевышнего. И, значит, получается, он не послушал Всевышнего, получил за это наказание. Послушался свою жену, она ему сказала, давай, скушай, уговорила его как-то. Он получил за это наказание. Получается, не всегда надо слушаться. Теперь слушается и получает награду Авраам, которому Бог сказал, все, что скажет тебе Сара, твоя жена, слушайся голоса ее. Вот тут, видите, интересная такая штука. Адам решен, первый человек послушался жену и получил наказание. А Авраам послушался жену и Бог ему сказал, слушай Сару свою жену. Теперь не слушается и получает награду Йосеф. Он не послушался жену Патифара, которая его соблазняла, она его прям заставляла, чтобы он с ней лег. Он говорит, никаких вообще, нет вариантов. И он за это получил награду. Теперь не слушается и получает наказание. Это каждый раз, когда народ Израиля не слушает Всевышнего, не слушает пророков. Когда пророк Ирмия от имени Бога говорит Ирмияу, не послушали меня, не склонили свое ухо и получает за это наказание. Такой он приводит пример. Все. Дальше, как не ошибаться, говорит автор этой книги, он говорит, как не ошибиться, очень просто. Как раз вот сегодня окончание к шавоту идеально подходит. Значит, вперте вот, сказали мудрецы во второй главе, исполняй волю Бога, как свою, чтобы желание Бога, выраженное авторией в заповедях, стало для тебя таким же важным, как твое желание. И Бог исполнит твою волю, как его. Когда тебе что-то нужно будет в этом мире, ты просто попросишь в молитве, и Бог тебе все это даст. То есть, вот тут ты не ошибешься. Убери свое желание перед желанием Всевышнего, когда Бог сказал, это нельзя, это запрещено. Убери свое желание перед желанием Всевышнего, и Бог уберет желание других людей, которые захотят сделать тебе зло, перед тобой, перед твоим желанием. Бог тебя во всем будет защищать. Это как раз вот этот вот момент, а как вообще, кого слушаться, как слушаться. И дальше, дальше, сегодня мы как раз подходим к шавоту, что самое главное, чтобы сегодня получить Тору в подарок. Царь Давид в первой же главе псалмов, первая глава псалмов, он говорит о человеке, как должен жить человек. Он говорит только о Торе Всевышнего, влечении его. Главное пробудить у себя страсть и желание, сильное-сильное желание получить Тору, соединиться со Всевышним, понять, осознать, разобраться. И именно в формате наасевы нишма, не в формате скептика, ну посмотрим, значит, что там, кто тут умнее, я или мудрецы. Ну посмотрим, насколько Всевышний сможет меня убедить. Это не подход. Страстное желание получить. То есть, то, что Бог есть, это аксиома. То, что Он выразил свою волю, это аксиома. И нужно у себя пробудить страстное желание получить Тору. И об этом сказал царь Давид в псалмах. Прямо откройте первый псалом и прочитайте. Только к Торе Всевышнего, влечения его, и Тору Бога изучает Он днем и ночью. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое плод свой дает в свое время. Хорошо. Все, значит. Поэтому я вам желаю и себе страстно желать сегодня получить Тору. Прямо страстно, со страстью. Получить от Всевышнего знание, понимание, откровение. Что делать? Как выполнить волю Всевышнего? Это как раз Тора свет. Заповедь это свеча, а Тора свет. И путь к жизни это нравственное увещевание. То, что мы изучаем, моральная дисциплина. Мы изучаем, как во всем этом разобраться. Всем хак-самэх. Желаю вам веселого праздника. Радость это непременно условие божественного присутствия. Радость, соединение со Всевышним через страстное, сильное намерение получить Тору, даст нам возможность получить Тору в подарок. Праздник называется Матан Тора. Подарок Торы. То есть дарование, дар. Тора это дар. Поэтому, почитайте, как раз я в телеграме Вайкра дал как раз ссылочку на цикл уроков про Рут. Рут Мавитянка, которая приняла Тору. Стала потом прабабушка. Она была царя Давида. От нее пошел царский род потом. От нее пойдет царь Машеах. И она была Рут Мавитянка. Из народа Муав. Так что каждый может получить Тору. Матан Тора. То, что когда-то еврейский народ сказал. На Севы Нишма сделаем и потом разберемся. Может сказать любой человек. Принять на себя Тору. Присоединиться к еврейскому народу. Стать как Рут Мавитянка. Родить царя. Родила царица в ночь. То ли сына, то ли дочь. Все. Всем удачи, успехов. Хак Самеак. Всего хорошего. Встречаемся не завтра, а послезавтра. Все. Удачи, успехов. Счастливо. Всего хорошего.